ну что всем доброе доброе утро 16 марта 2024 года я начинаю свой видео влог из яселек как обычно уборка в процессе полики намыты подметено хотя здесь он смотрите как мы кушаем как поросята уже опять снова все рассыпали поменяла водичку свежую как обычно делаю это два раза в день и оставайтесь с нами на канале нашего питомника кому интересно наблюдать за жизнью маленьких собачек породы чихуахуа и той пудель из крыма это самые маленькие собачки в мире порода чихуахуа пудель недалеко от них ушел особенно по весу они конечно выше на лапках это видно но они тоже очень-очень-очень маленькие их называют собаками игрушками той пудель но на самом деле конечно нет собак игрушек есть живые души существа настоящие собаки так вот здесь у нас очень весело здесь у нас колобочки уже разлетись то есть нас вот такая перегородка скрыться было понятно соседнюю комнату чтобы другие собачки не заходили ну и они вот любят здесь кучковаться вот очень им нравится как я называю . ваш так ну что видите я убирала джан очки все свалила в кучу сейчас полы подсыхают я буду стелить пеленки как вы видите то о чем мы говорим да как меняется поведение щенков каждый день так сегодня сейчас мы посчитаем сколько им дней о конечно сегодня деткам аксибер сын 45 дней соответственно деткам артемиды 44 дня это вот этим так нам уже полных полтора месяца и у нас происходит игра бахрамщика и парадиза хаул побежал искусал мне все ноги боже какие же вы шкодные нравится нравится все по-новому все здесь по-новому вот так вот очень интенсивно меняются щенки с каждым днем то о чем я пытаюсь показать практически каждый день так ну что мы уже даже чешемся как взрослые собаки до алсу алсу это мраморная девочка и братишка ее шоколадик ах вы с хулиганки и девочка айгуль с нарядным воротничком давлет так тут вот я скинула вкусняшки чтобы поубирать алсу пошла проверять что здесь за такое вот загромождение кто меня кусает за ноги конечно же хаул все делается зубками прибежала сестренка севиль нашла корминку и сидит жует до корминку нашла и сидит жует да алсу красавица так ну что давайте вместе с вами сейчас возьму домой готовы даже стены грызть будет грызть стены вам мы вам будем gрызть стены называется дырочку нашел там в раньше крепилась за трубы в гранчик крепились какая интересная вещь так давайте мы высыпем сюда вам игрушки в аше игрушки погрызушки игрушки погрызушки 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 игрушки тут морковка игрушки трахеи, уши. Вот так. Все поправим. И откроем батареи, чтобы они не были закрыты. Вот так. Как хорошо, да, Давлетик? Как весело. Как хорошо, как весело. Сейчас настелим пеленочек. Кстати, ребята, вот наши пеленки, которыми мы пользуемся уже, наверное, ну не знаю, вода 2, наверное, точно. Эти пеленки я заказываю от производителя. Они у нас разные. Синие, бежевые, светло-кофейные. Разного качества. Здесь у меня, кстати, одно качество, такое, как велюровое. Пеленки эти дорогие достаточно, но я нашла производителя, которое достаточно по приятной цене. вот, потому что, ну, когда-то я одну пеленку заказывала за 1500. Размер у нас 80 на 90. Вот это уже... Во, во, бойцы, бойцы, бойцы невидимого фронта. Вот. Сейчас, конечно, цены меняются, но хочу сказать, что многие думают, что если я рассказываю о каких-то там вкусняшках или пеленках, что нам их кто-то дарит. нам никто ничего не дарит. Мой питомник полностью обеспечивает себя сам. Все за свой счет. Питание, аксессуары любые, выставки собак, оформление документов, покупка пеленок, значит, кормов, мяса, холодильники, где хранится мясо, ну и так далее. Вплоть до коммунальных услуг, игрушек, воды, я не знаю, света, что там вам еще рассказать, ремонтных работ. Все это мы делаем за свой счет. Для жизни нас, нашими собаками. Поэтому многие скажут, что вы придумываете, вы себе это все устраиваете. Естественно, мы живем с нашими собаками, наши собаки живут с нами. Поэтому комфорт здесь не только для собак, а для нас с собаками. С собаками, с собаками, вместе с нами. Чтобы мне было удобно с ними гулять. Нам там приходится какие-то заборчики ставить, диванчики покупать, лежанки, столики. Вот я не снимала видео. У меня уже третий стол я купила. Мне в вольере в домиках нужны столы, чтобы что-то поставить, где-то присесть. Собаки, может быть и обошлись бы без стола. Но я никак, мне же нужно поставить. Положить даже тот телефон, понимаете, подойти, там чашку с кофе. Ой, я не могу. Вот это пока я с вами тут болтаю, у нас уже тут вот такой вот, я не знаю, как это назвать. Это просто куча милоты. Да и все. Пока здесь часть милоты вон хулиганят, здесь часть милоты уже спят. Как вы помните, что мы перевели деток сюда. Они все практически одного возраста. У нас две недели разница, первый помет у нас родился 31 января, потом 1 февраля, потом 11 февраля. И пудель у нас родились 14 февраля. У нас абсолютно просторная, огромная комната для собак, для щенков, ясли. Но им нравится вот здесь вот такой вот закуток, уголок. Сейчас мы настелим, им нравится вообще на что-то ложиться. Ну вот так. Поэтому пеленки, ну я, если не забуду, кину ссылку, где я заказываю. Татьяна, по-моему, ее зовут, которая шьет эти пеленочки там под заказ. Разные у нее можно заказать, не знаю, насколько она будет рада, если вы, ну, в больших количествах не знают. Ну вот, она никакое там не производство огромное, частным образом. Вот мы заказывали пеленочки, очень-очень довольны. Конечно, рекомендую и по цене, и по качеству. Это, наверное, самые лучшие пеленки, которые я заказывала. У нас еще есть такая белая сота. Кстати, между прочим, на маркетплейсах я таких пеленок не встречала, тем более по такой цене. Честно говоря, мне как-то, когда я искала пеленки, я спрашивала людей, может быть, кто знает, где купить, кстати, на своем канале. Мне правильно посоветовала одна женщина, говорит, вы зайдите на Авито, там очень много предложений. Эту женщину, у которой я приобретаю эти пеленки, я нашла на Авито. Вот такой вот хаос, скажи, вот так вот я умею. Моя пеленка, моя, люблю пеленку. Вот, но у нее группа есть в ВК, короче, поставлю ссылку, если забуду, напишите мне в комментарии, я поставлю по поводу пеленок, где я приобретаю пеленки. Качество самое лучшее, которое я пробовала. Потому что пробовала пеленки я разные. Вот они разнослойные. Мне они нравятся тем, что они антивандальные, как их называют. Ну, по крайней мере, для наших чехуашек. Видите, они их царапают, шкребут, они мне очень нравятся. И все выпускники мои, которые выезжают из Костропула, я даю ссылочку, они покупают именно там. Ну, потому что пеленки приходится часто стирать. для этого, что они не должны портиться от стиральных машин. Стираю их на 30-40 градусов и с ними ничего не происходит. Меняю. Они, правда, впитывают отлично с двух сторон. Как бывает, знаете, с обратной стороны такая, как клееночка. Я такие пеленки не люблю, но есть только там для каких-то целей. Потом, смотрите, видите, они шкребут. Вот. Здесь они очень быстро впитывают. Еще и впитывают запах. Это правда. Я раньше тоже в это не верила. Пеленки впитывают запах. То есть, если положить для сравнения рядом с этой пеленкой обычное там полотенце, да, на которое написает собака, будет запах мочи. Но эти пеленки скрадывают этот запах. Легко убираются. Чем мне нравится велюровая поверхность, какашечка легко убирается и не размазывается. Вот. Ну, цвет, на вкус и цвет товарища нет. Каждый выбирает свой цвет. Мне нравится. Достаточно кофейный. Хотя я люблю яркие. Вот. Выбрала такие, как оптимальные. И, что еще хотела сказать, стираются легко, очень хорошо выжимаются и, ну, достаешь их буквально сухими. То есть, выжим у меня на 1000-1200 стоит. Я не берегу, мне надо быстро, я меняю часто, я не люблю описанные пеленки. долго. То есть, мне достаточно быстро они заполняются, но и до конца я не жду. Вот. И, ну, визуально приятно. Собаки некоторые любят на них спать даже. Вот. Прекрасный, прекрасный вариант. Мне, например, очень нравится. У меня все, по-моему, рассказала. Впитывают, сохнут быстро и долговечные. Вот так. Вот так у нас нам нравится. Нам играть вот под этими пледиками. Мы туда их залазаем и выкатываемся. Шкоды шкодные. Так. Так что, вот, по поводу также вкусняшек. Нам никто ничего не дарит. Ну, если есть у кого-то такое желание, то спасибо. Да, у нас есть подписчики, которые присылают нам посылки. Там, с поздравлениями. Спасибо огромное. Ну, как бы, у меня нет, вы видите, моей карты, там, помогите, пожалуйста, на корм, на игрушки, на погрызушки, на там, какие-то дела. Мой питомник, он сам себя содержит. Да, еще раз. Потому что, многие думают, что питомникам кто-то помогает, какие-то там, службы или, я не знаю. У нас все платно. Платно все, вплоть до того, что, ну, единственное, что вот мы покупаем корма, да, профессиональные, где под договор, официально мы заключаем договор, это роял Канин. Ну, естественно, я же не покупаю один мешочек корма, или там один килограмм, или пять килограммов. Вот последний раз нам привезли шесть на двадцать, сто двадцать килограммов корма. Всего шесть мешков. Там, конечно, у нас цена не такая, как в магазинах. Дешевле, скидки, скидки даже за чемпионские титулы мы сдаем, да, если собаки имеют чемпионские титулы, там такой, как чемпион России, там еще скидочка, как бы, действует от количества собак, качества собак, получается, тоже. Ну, там мелочи, но все равно приятно. Вот, вот как-то так. Поэтому не надо думать, ни моющие средства, ни какие-то средства гигиены и т.д. и т.п. Нам никто, ничего, никаких зарплат я не получаю. То есть, все, что тратится на собак, на их жизнь, это все в процессе жизни, да, тратим, зарабатывается и тратится на собак в нашем питомнике. Чтобы было понятно, еще раз, питомник это не приют, никаких бесплатных вакцинаций, а наоборот, если услышишь, ну, вот, кстати, еще, между прочим, про скидки. Да, есть ветеринарные клиники, в которых, если ты предоставишь документ, что ты питомник, да, может быть, скидка там, по-моему, до 10%. Вот у нас есть АВА, там действуют скидки, но мы, я ничего не против, не имею ветеринарных клиник разных, да, конечно, нам приходится иногда туда обращаться, там неплохая аппаратура, есть замечательный врач, вот, может быть, один-два, вот, но у нас есть свой врач, вот, и по каким-то там необходимостям мы обращаемся к нему, вот, есть еще врач, да, я уже много раз говорила, нет профессионалов во всем, то есть какой-то врач мне больше нравится, как хирург, какой-то врач мне больше нравится в общем спектре, вот, допустим, оперировали лапу мы нашему Нептуну, когда он ее сломал в три с половиной месяцев, мы оперировали у другого хирурга, да, ну, то есть аппаратура должна быть еще не только, ну, в общем, да, и вот, ну, к чему я хотела сказать, что, значит, получается, что скидки делают ветеринарные клиники для заводчиков, ну, вы сами понимаете, что количество собак и обращений, конечно, у нас в разы, чем там у обученного обывателя со своим любимцем, вот, ну, и дай бог меньше вообще куда-то туда обращаться, будьте здоровы, что всем и желаю, вот так, это, ну, это просто какие-то, как их называют, морские котики, тюленята, я не знаю, это просто какая-то, это какая-то сверх милота, кудряши, потом жаночки, ну, тут все в перемешку, в общем, я, называется, вас снимаю, болтаю, всякой ерунде, никому не интересно, может быть, люди хотели посмотреть, как вы играетесь, еще раз напомню, здесь 4 помета, да, 3 помета чихуахуа и 1 помет той пуделей, вот, вот они, это же, это же нечто, боже, какие же вы сладкие, мама моя дорогая, все, они уже все укладываются, в общем, сегодня у нас видео другого формата, наша семья спешит сейчас после уборки голосовать, мы сегодня идем голосовать, тоже сделаю отдельное видео, вот, что там у нас получится, вот, где смогу снять, и поделюсь с вами, кому интересно, еще раз напомню, мы живем в Крыму, Симферополь, питомник чихуахуа, той пудель Костропула, с любовью, и кому интересно, пожалуйста, оставайтесь с нами, на нашем канале, я делюсь жизнью, каждый день, из нашего дома, где с нами живут, маленькие, маленькие собачки, разных возрастов, их мамы, папы, бабушки, дедушки, и мы вместе с ними, и дарим вам, хорошее настроение, если интересно, подписывайтесь, оставайтесь с нами, и нажимайте на подписку, там лайк вверх, и тогда наши видео будут к вам предлагаться, и вы не пропустите наши новые видео, а также в нашем питомнике, можно приобрести счастье, под названием собака, да, а можно просто любоваться, и улыбаться, вместе с нами, это у нас хаул, грузет говяжью лопатку, лиловый чихуахуа, все уснули, один он, сегодня меня встречал, здесь больше всех, уже все угомонились, а он все вот-вот занимается, острые зубки, острые очень, поэтому щеночкам нужно, конечно, давать грызть, не птуха, не птушечка, что там у тебя, отняли вкусняшку, вот такой вот, красотун у нас растет, милый, 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 макросъемка, хвост, хвост, заметил, заметил, ну тебя, ухо торчащее, ты смешной, все, все, ребяточки, пока-пока, до новых видео, до новых встреч, оставайтесь на канале, и всем всего самого доброго, будьте здоровы, улыбайтесь чаще, добра, мирного неба над головой, с уважением, и с любовью, Екатерина, понимаю.